Арсах станет и той территорией, благодаря которому или же через которую Азербайджан будет включен в состав России. Бывший директор Музея Института геноцида армян и доктор исторических наук Айг Демаян заявил, что Карабах станет той территорией, с которой Азербайджан в будущем войдет либо в состав России, либо в состав Турции. Теперь уже академическое умозаключение. После войны Алиев такой войной и итогом этой войны переформатировал весь Азербайджан под Алиевых. Понимаете, это другой побочный эффект войны. То есть сами азербайджанцы, я не знаю, как будут жить в государстве, где там не будет править кто-то под фамилией Алиев. Понимаете, вы помните начало 90-х, когда не Алиевы, Визеров, там, ну Талибов, но они удержались не доль, а был фазель Чебе, год или два года. Вы помните, что происходило. Это перманентные перевороты или попытки переворота. Теперь побочный эффект этой войны для Азербайджана это то, что через несколько лет, лет через 5-10, может быть 15, станет вопрос о преемственности власти. Кто будет править Азербайджан? Я думаю, что война даже лимитировала некое существование независимого государства Азербайджан. Может звучит немножко нелогично, но будучи лидером, одним из богатых людей во всем мире, да, это клан Алиевых, победитель. То есть все статусы регалий уже есть, а вдруг они не станут, да, не станет Алиева. Кто тогда будет? Другой человек с другой фамилией? Азербайджанское общество не готово воспринимать другую фамилию. Это на уровне восприятия, вот этот новый человек не будет победителем, не будет богатым. И я думаю, что страна просто рассыпется. Поэтому единственный вариант удержания государственности, некой государственности в пределах границ сегодняшнего Азербайджана, это включение в пределы или Турции, или России. Вот и выбор по итогам войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова